Если все в порядке, то начну. Египет и Хамас от конфронтации к сотрудничеству. Отношения между палестинским движением Хамас и Египетской Арабской Республикой носят сложный и противоречивый характер. Они имеют довольно продолжительную историю. И несмотря на сложность и конфликтность отношений и вынужденный переход к сотрудничеству, они важны как для египтян, так и для палестинцев в секторе Газа. Краткий экскурс в историю. После Первой арабо-израильской войны 1948-1949 годов Египет аннексировал территорию сектора Газа и контролировал ее до поражения в войне 1967 года. После этого территория сектора перешла под военный контроль Израиля, под которым находилась до 2005 года. Тем не менее, на протяжении всех тех лет Египет не утрачивал своего влияния на газу. Для удобства рассмотрения доклада я разделил на несколько периодов как раз по президентам, которые находились у власти в Египте на протяжении существования движения «Хамас» 1981 года. Прошу дальше. Итак, на момент возникновения движения «Хамас» в 1987 году у власти в Египте находился президент Хосни Мубарак. Он пришел к власти после убийства его предшественника, президента Анвара Садата. Садата убили боевики, исламские радикалисты, в результате чего отношение к новому палестинскому движению, которое тоже являлось исламским, и более того, было аффилировано с движением «Братья-мусульмане», которое в Египте считалось теористическим, начиная еще со времен Насара 1954 года. Отношение к «Хамас» было крайне негативным. Мубарак старался выстраивать отношения с палестинцами через организацию освобождения Палестины. Он предполагал, что заключать договоренности гораздо удобнее с Ясером Арафатом, а не с Ахмедом Ясеном. Кроме того, несмотря на трагическую гибель своего предшественника из-за заключения комдевицких соглашений, Мубарак не отозвал признание Израиля. И уже в 90-е годы с «Хамас» начинаются расхождения по заключению ословских соглашений. Если Египет это приветствовал как смягчение напряженности, как теоретическую возможность завершить долгий арабо-израильский конфликт, то «Хамас» категорически отверг все ословские соглашения и в своих документах настаивал на том, что любые переговоры с оккупантом, с сианинским врагом – это предальство палестинского дела. Также Египет начал исполнять роль посредника между палестинцами и израильтянами, когда в случае, если переговоры напрямую могли застопориться, то египетский лидер совершал какие-то визиты, в частности визит 1997 года в Шарм-аль-Шейхе, прошли переговоры между напрямую президентом Мубараком и действующим тогда премьер-министром Израиля Беньямином Нетаняху с целью продвижения мирного процесса и обсуждения способов устранения препятствий, которые мешают возобновлению переговоров между Израилем и палестинцами. Кроме того, во время раскола между палестинским движением ФАТХ, Организацией освобождения Палестины, и движением Хамас, Египет стремился выступить посредником и достичь мирного урегулирования конфликта. Для Египта это было важно в том, что Мубарак очень не хотел усиления исламистов на своих границах, то есть он видел, как Хамас набирает популярность в секторе Газа, и это, в свою очередь, находило отражение в поддержке и братьев мусульманной территории Египта, в которых он видел угрозу своему правлению. Кроме того, Египет настаивал на присоединении всех палестинских движений к арабской мирной инициативе, по которой Израиль получал международное признание со стороны арабских государств. Арабо-израильский конфликт мог бы считаться урегулированным, а в границах 1967 года возникало государство Палестина, и таким образом этот долгий конфликт подходил к своему концу. И по-прежнему, несмотря на уже вооруженное противостояние с ФАТХ, то есть фактически гражданской войной в Палестине, Хамас отказался возвращаться к, даже не возвращаться, прошу прощения, переходить на мирную риторику. Параллельно с боевыми действиями против ФАТХ он вел и обстрелы Израиля, что в 2008 году привело к израильской военной операции на территории сектора Газа. Здесь важно отметить, что, несмотря на то, что Мубарак осудил действия израильтян, начавшуюся блокаду сектора Газа, он категорически отказался от военной поддержки палестинцев, и при всей критике израильтян, он одновременно обвинял и Хамас в том, что они развязывают опасную авантюру, которая контрпродуктивна для палестинцев, и, в свою очередь, втягивание Египта в войну – это уже угроза национальной безопасности непосредственно Египта. Можно дальше? В том числе, благодаря тому, что часть позиции Мубарака расценивалась как произраильская, то к нему копилось недовольство со стороны тех граждан Египта, которые поддерживали движение «Братья-мусульмане» и были настроены крайне воинственно по отношению к Израилю. В результате, после событий «Арабской весны» Мубарак был свергнут, и к власти пришло движение «Братья-мусульмане», а на выборах 2012 года победил член «Братьев-мусульман» Мухаммад Мурси. Несмотря на то, что из-за, опять же, «Арабской весны» президенту Мурси приходилось быть сосредоточенным на внутренней политике, пытаться завершить все столкновения и противостояния. Мурси также не отказывался от своей региональной роли в качестве посредника между арабами и израильтянами. В частности, даже несмотря на сокращение дипломатических контактов с Израилем и закрытие в 2011 году израильского посольства в Каире, Мурси все равно выступал посредником в 2012 году после очередной израильской военной операции на территории сектора Газа. Кроме того, возникла новая проблема, которая стала общей и для Египта, и для сектора Газа, в частности, для движения «Хамас». Это рост терроризма на Синайском полуострове. Он связан с тем, что, согласно некоторым пунктам Кэм-Дэвидского соглашения, Синайский полуостров, считается, был частично демилитаризованной зоной, и Египет мог там размещать довольно скромный воинский контингент, в результате чего некоторые районы полуострова были де-факто не под контролем египетского государства, благодаря чему там стали появляться и активизироваться террористические группировки. В частности, я приведу пример двух. Это армия единобожия и джихада в Палестине, которая аффилирована с группировкой Аль-Каида, запрещенной в Российской Федерации, и группой служителей священного храма Ансар-Бельт-Аль-Магдис. Впоследствии они будут уже аффилироваться с движением ИГИЛ, Исламское государство, и эти группировки зачастую имели и палестинское происхождение. Лидеры этих движений выступали в Газии, в других палестинских городах, где критиковали Хамас за отказ, за неправильный джихад, за отказ от радикальных боевых действий против Израиля, за неправильное ведение палестинской борьбы. И в частности, поскольку президент Мурси также не отказался от признания Израиля, немалую долю критики получил и он. В результате чего, в результате роста теористической угрозы Египет был вынужден провести ряд военных операций на территории Синайского полуострова. Это операция «Наср» в 2011 году, в 2012 году операция «Синай», а уже в 2013 году Мухаммед Мурси был свергнут. Можно переключать, пожалуйста. И под руководством нового президента Абдельфатаха Ассиси была проведена операция «Буря в пустыне», в которой принимали участие военно-воздушные силы Израиля. После победы Абдельфатаха Ассиси в 2014 году на выборах в Египте риторика в отношении Хамас резко изменилась. Так, Хамас был обвинен в участии в беспорядках во время Арабской весны. Бывшему уже президенту Мухаммеду Мурси, помимо прочих, было выдвинуто обвинение в сотрудничестве с группировкой Хамас, в частности, помощь в побеге непосредственно Мурсе из тюрьмы, а также организация беспорядков и нападение на полицейские и военные силы. Ведется активная пропаганда в СМИ против группировки Хамас. В 2015 году сначала военное крыло движения этой бригады из-за Дима к Касам признаются теористическими, а позже на непродолжительное время признается теористическим все движение, но это решение было отменено буквально спустя полгода, в июне 2015 года. Основанием стало то, что египетский суд не имел права, не имел достаточной компетенции для вынесения подобных приговоров. Представьте, чего на сегодняшний день Хамас в Египте не считается теористическим. Теористическим считается исключительно его военное крыло бригады из-за Дима к Касам, но при этом деятельность самого движения на египетской территории запрещена. Все штаб-квартиры и помещения разрешены судом к конфискации. Кроме того, здесь масло в огонь добавил бывший президент Хосни Мубарак. Он в 2018 году давал показания в суде против бывшего президента Мухаммада Мурси. И в своих показаниях он заявил, что в момент арабской весны он получал секретные донесения от главы разведки Амара Сулеймана о том, что движение Хамас направило в Египет 800 вооруженных боевиков, которые совершали нападение на тюрьмы, на полицию, а также внесли немалый вклад в дестабилизацию политической обстановки в Каире и тем самым косвенно повлияли на падение режима Мубарака. Само движение Хамас в своем пресс-релизе официально заявило, что оно придерживается принципа невмешательства в дела других стран, поэтому все обвинения со стороны Египта оно отвергает, а любую критику в свой адрес воспринимает как угрозу палестинскому делу и в некотором роде сотрудничества с израильской оккупацией. К 2016 году в Египте царила активная кампания против Хамас, но тем не менее очередной виток террора на Синайском полуострове побудил президента Ассиси изменить свою риторику и начать сотрудничать с Хамас в рамках борьбы с терроризмом на Синайском полуострове. Если сначала в 2014-2015 году египетская армия во время своих контртеррористических рейдов атаковала и позиции Хамаса, в том числе на территории сектора Газа, и активно затапливала и уничтожала любым другим способом туннели и блокировала, закрывала КПП Рафах, единственный КПП между Египтом и сектором Газа, то позже от этой практики отказались. Кроме того, начались официальные визиты представителей движения в Египет, а в прессе уже движение стало упоминаться не как теористы, а как участники палестинского сопротивления. Так, можно переключить, пожалуйста. Так, в апреле 2016 года уже в рамках сотрудничества с египетской армией и египетской разведкой Хамас размещал свои вооруженные силы на границе сектора, препятствовал проникновению боевиков ИГИЛ. И ИГИЛ здесь представлен движением Вилает-Синай, это бывшее движение ансара Бейт-аль-Магдис. И именно на примере этого движения мы можем увидеть и заинтересованность Российской Федерации в урегулировании проблемы теоризма на Синайском полуострове, поскольку именно это движение ответственно за теракт 2015 года, в результате которого был взорван российский самолет Кагалы-Мави, когда все пилоты и пассажиры погибли. Таким образом, Хамас продемонстрировал, что он готов к сотрудничеству, что он также заинтересован в сотрудничестве с Египтом по борьбе с теми группировками, которые обвиняют Хамас в восходе от принципов джихада и неправильной борьбе с Израилем. Для Египта это также значительная помощь, поскольку несмотря на рост воинского контингента на территории Синайского полуострова и договоренностях с Израилем о каких-то совместных патрулированиях и в том числе и поддержке с воздуха, как это было во время операции буря в пустыне, египетской армии все еще тяжело полностью очистить полуостров от всех террористических образований. Также для Хамас после блокады со стороны Израиля, начиная с 2007 года, очень важен КПП «Аэропах». Вы его можете видеть как раз на картинке, то есть через этот КПП, а также через туннели, которые египтская армия перестала уничтожать. В сектор поставляются необходимые товары, медикаменты. У жителей сектора есть возможность попадать на территорию Египта, также для медицинской помощи, в том числе даже для закупки продовольствия. Кроме того, уже в начале 20-х годов, в 20-м, 21-м году риторика Египта значительно смягчается. Он по-прежнему выполняет роль посредника при заключении договоров о прекращении огня во время израильских операций против Хамаса. Также президент Оссеси пообещал восстановить, направить деньги на восстановление сектора газа после израильских бомбежек. В сектор направлялась строительная техника. Так, в мае 21-го года президент Египта пообещал выделить 500 миллионов долларов на восстановление газа. Некоторое время спустя, в июне, египетская техника направлялась газу, что считалось уже новым символом новой политики в отношении Хамас и сектора газа. Поэтому мы можем сделать вывод, что несмотря на долгую историю конфронтации, связанную в том числе и с идеологическими расхождениями и опасениями, в том числе и с справедливыми по поводу влияния палестинцев на внутренние дела Египта, сотрудничество между Египтом и палестинским движением Хамас является взаимовыгодным. Египет зарабатывает очки на международном поле, выступает как серьезная региональная держава. Кроме того, усилия Египта поддерживают и союзники в лице Соединенных Штатов, которые также критиковали в свое время Хамас за излишнюю агрессивность и поддерживают любое стремление к перемирию между египтянами, палестинцами и израильтянами. На этом я могу закончить. Готов с удовольствием выслушать ваши вопросы. Спасибо большое. Спасибо большое, Миша, за очень такой содержательный доклад. Коллеги, у кого вопросы, комментарии? Так, Елена Суреновна. Спасибо большое. Вы очень хорошо представили свой доклад. Мы значительно его переработали после того, как я вам давала какие-то свои комментарии. И меня это очень радует, что так вот вы основательно над ним поработали. Но вот у меня действительно очень любопытно, что вот такая идет эволюция политики Хамас, что они становятся более прагматичными, что они понимают необходимость заключения каких-то соглашений с другими странами. И это все очень любопытно. А вот у меня вопрос такой, который мы как-то его не затронули. А вот эти вот развивающиеся отношения с Хамас, они влияют на отношения Египта и Махмудабаса, и той части Палестины. Вот как это вообще вот они, потому что ведь и с властями Романлы у Египта тоже ведь нормальные, насколько я себе представляю, отношения. Вот как-то это есть какие-то влияния какое-то или нет. Вот это первый вопрос. А второй вопрос. Вот действительно Хамас сегодня все больше и больше, мне кажется, представляет такое, если они вначале как бы к ним не относились очень серьезно, как политической какой-то силе, как политическому игроку, то мне кажется, что сейчас они все больше и больше приобретают определенный вес и действительно вот в региональном масштабе, что это не просто вот соотношение сил на палестинском политическом поле, но и в регионы в целом. И вот это вот такое усиление Хамас, оно способно привести к тому, что все-таки Хамас ну как бы очень кардинальным образом пересмотрит свою позицию и займет более такую умеренную, будет занимать, проводить такую более умеренную политику и отношения Израиля и в регионе. Спасибо. Большое спасибо, Елена Суэрновна, за ваши вопросы. Так, я также вижу вопрос в чате, я позже к нему перейду. Тогда начнем сначала, еще раз вернемся. Первый вопрос был про отношения Египта с Махмудом Аббасом. Ну, как я уже говорил, это наиболее четко демонстрировал Мубарак, что он видел взаимоотношения с ООП и ФАТХ более целесообразными, поскольку они более сговорчивы со стороны международного сообщества. А вот как раз Хамас обвинялся несколько раз в том, что он какого рода попытки мирных переговоров в десятые годы перед арабской весной он их или растягивал, или срывал. Это переговоры, в том числе, и с ФАТХ во время внутрипалестинского раскола. Ну, и также, как я говорил, сама идея появления исламистской группировки, она крайне негативна, поскольку, вот, за исключением Мохаммада Мурси и Мубарак, и Астисии, выходцы из египетской армии, и у них традиционно с исламистами идет конкуренция за власть в Египте. Поэтому, конечно, отношения между более умеренными ФАТХ, они хорошие, они присутствуют. Также в этом плане идет, и вот зарождалась и посредническая деятельность Египта, и она же до сих пор активно развивается при любых боестолкновениях. Также, поскольку Махмуд Абас является президентом частично признанного государства Палестина, а Египет последовательно выступает за создание полноценного государства Палестина, то, конечно, рассматривается именно проект, в котором во главе стоял бы ФАТХ, ну или ХАМАС, в том случае, если как раз это будет проект правительства национального единства, о чем несколько раз также проводились переговоры, но в данный момент ХАМАС пока не так настроен. Все-таки в основе его идеологии звучит некоторое противопоставление себя организации освобождения Палестины. ХАМАС же, в свою очередь, действительно старается смягчить свою риторику. Да, я, к сожалению, в выступлении забыл отметить, о чем мы с вами тоже говорили, что в 17-м году, в том числе для того, чтобы сгладить неровности в отношениях с Египтом, ХАМАС частично изменил свой основной документ. И если в Харте от 1988 года второй статье прямым текстом написано, что цитата ХАМАС это одно из крыльев братьев-мусульман, расположенное в Палестине, то уже в документе от 17-го года братья-мусульмане не упоминаются полностью. Таким образом, ХАМАС себя видит как исключительно палестинское оригинальное движение и рассматривает себя именно как игрока на этом поле. И, кстати говоря, это одна из причин, по которой движение ХАМАС не признается теористическим в Российской Федерации, вот в отличие от вышеупомянутых братьев-мусульман. Так, касательно второго вопроса, если вам не сложно, Ленцер, вы можете чуть-чуть напомнить в двух словах? Немножко задумался. Спасибо про перспективы, изменения подходов ХАМАС, поскольку мы видим, как они меняются и что будет в сети. Да, 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 спасибо. Ну, вот я частично начал отвечать на этот вопрос, то есть ХАМАС меняется, но очень медленно. Он несколько раз некоторые заявления о готовности вести переговоры с Израилем, прекращать огонь, какие-либо изменения в статусе блокады, иногда могут рассматриваться как попытки того, что теоретически в будущем ХАМАС может сосуществовать с Израилем, но одновременно с этим в том же документе от 17-го года Харти подчеркивается, что не упоминается вообще слово Израиль, существует сионистский оккупационный режим и первоочередная задача ХАМАС как палестинского освободительного движения это непосредственно борьба с этой сионистской оккупацией. Также ХАМАС сохранил риторику, по которой любые заигрывания, если так можно выразиться, и мирные переговоры с израильтянами это отступление от идеи освобождения Палестины и предательства палестинского народа, то есть были раскритикованы мирные соглашения, известные как соглашение Авраама с Арабскими Эмиратами, Марокко, Бахрейном, Суданом, как отказ от палестинского дела, поэтому по-прежнему сохраняется в этом конфликте такой статус кво, то есть Израиль раз в несколько лет проводит военные операции, чаще с помощью авиации по уничтожению ракетных установок, в том числе самопальных ракет Косама, соответственно палестинцы в Газе стараются восстановить, также помимо ХАМАС важно отметить роль палестинского исламского джихада, группировки, которая также не намерена сложить оружие против Израиля, а со стороны израильтян к ХАМАСу как группировки, которая фактически контролирует сектор и является буквально его правителем, зачастую звучит претензия в том, что обстрелы израильских территорий, ответственность за которые берет на себя не ХАМАС, а другие группировки, например, палестинский джихад, это тем не менее тоже ответственность ХАМАС, и поэтому Израиль в том числе и проводит свои военные операции, вот последняя была в 21-м году, операция под названием Страж Стена, она по-прежнему нацелена на уничтожение в том числе и с определенными трудностями из-за расположения этих установок в жилых районах, Израиль готов принимать на себя критику международного сообщества, оправдывая идеи своей национальной безопасности. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшее время радикальных изменений ждать не стоит, но в последующем, возможно, под давлением не только Египта, но и арабских стран, в особенности, если будет набирать обороты конфликт с Ираном, который один из крупных поставщиков оружия в сектор, то, возможно, Хамас все-таки изменит свою риторику, но пока это только теория. Спасибо. Тут у нас вопрос в чате. Ира, я вижу вашу руку, сначала чат, потом вы. Ладно. Михаил, спасибо за доклад. Не могли бы вы характеризовать отношения Хамас с бедуинских племен Синаи, на чем строится идея сотрудничества Египта и Хамас по противодействию синаисским группировкам. Да, большое спасибо за вопрос. По поводу конкретных бедуинских племен я этот момент не рассматривал. Вот, я привел, к примеру, две крупнейшие группировки, которые являются проблемой для обеих сторон, и для Египта, и для Хамас в секторе Газа. Их объединяет то, что эти группировки, во-первых, афилированы с крупными теористическими организациями, которые признаются таковыми во всем мире, и сотрудничество с ними очень вредит международному престижу, кого бы то ни было. Но, кроме того, существует большое количество и других группировок, может быть, менее, более малочисленных, но, тем не менее, они ведут свои боевые действия и против египетской армии, но зачастую они не так ярко выражают свое негативное отношение к Хамас в секторе Газа, и поэтому со стороны правительства Ассисии зачастую звучит обвинение Хамас в том, что они борются с этими двумя группировками вела Сенат и армия Единобожия, но при этом потакают другим группировкам, могут им поставлять оружие, медикаменты, какие-то боевики там могут укрываться, в частности, от израильской политики точечных ликвидаций по сектору Газа, и здесь, в этом плане, между Египтом и Хамас существуют некоторые противоречия, сотрудничество это как раз борьба в первую очередь с ИГИЛ, это поиск внутри территории сектора идеологов, каких-то лидеров, которые занимаются вербовкой, занимаются пропагандой, поскольку движение Хамас считается врагом для ИГИЛ, в том числе благодаря, уже упоминалось сегодня в дискуссии, благодаря отношению с Башаром Ассадом, в том числе мне встречалась информация, что боевики Хамас даже выступали в боях на сирийской территории против ИГИЛ, и поэтому, несмотря на то, что ИГИЛ в свою очередь требует полного уничтожения Израиля, Хамас для них не союзники, и поэтому на этом строится политика объединения между Египтом и Хамасом. Спасибо большое. Ирина. Спасибо огромное за доклад, очень интересно. Я тоже занимаюсь некоторыми вопросами, связанными с Египтом, но не всегда успеваю какие-то моменты отслеживать, поэтому с интересом послушалась сегодня про ваше углубленное исследование этого вопроса. Спасибо вам еще раз большое. У меня такой уточняющий вопрос. Вы упомянули о том, что сначала правительство Ассети запретило организацию Хамаса, а потом отменило свое решение. С чем все-таки это связано? Что такого произошло? И на каком основании все-таки им вернули легальный статус? Спасибо. Большое спасибо за ваш вопрос. Это действительно вопрос очень интересный, поскольку здесь есть такая некая юридическая игра. Во-первых, тоже уже обсуждали с предыдущим докладчиком, что есть разделение между движением как политической силой с идеологией, которая как раз является правящим в секторе газа, и бригадами из-за один Алькасам, которые являются боевым крылом и ведут боевые действия. Также, как я уже упоминал, часть населения Египта, которая поддерживает идеологию братьев-мусульман, несмотря на огромные репрессии со стороны официального египетского правительства и времен Мубарака, и уже позже времен Ассиси, то есть по настоящее время правительство Египта, вот как раз когда у власти военные опасаются, что какого-либо рода давления на исламистов вызовет негативную реакцию со стороны населения, то есть в частности я в докладе говорил, что одной из причин революции 25 января свержения Мубарака стала и откровенная в кавычках про-израильская оппозиция, когда Египет выступал посредником, то есть на улице это воспринималось как большие уступки сионистам, что для них недопустимо. Египтяне все-таки очень консервативное общество, религиозное, несмотря на то, что эта страна впервые, самая первая заключила мирный договор с Израилем, но настоящего мира там, конечно, нету, это такой холодный мир, где население очень негативно относится к Израилю, а проблематика палестинцев это одна из важных вообще в любом арабском обществе, поэтому некоторые послабления, вот отказ от признания теористическим это такая некая игра, поскольку само движение его запрещено, его не могут, нельзя построить там штаб-квартиру и как-то начать официальную вербовку, это решение все еще остается в силе, но опять же было необходимо начать какое-либо сотрудничество, в том числе и в плане посредничества, в плане борьбы с террором на Синае, а делать это с теми, кого ты в одном выпуске газет называешь теористами, участниками переворотов, которые привели к таким беспорядкам в 2011 году, а потом буквально, извините за такую метафору, в следующем выпуске газет описывать, как представители египетской разведки и дипломатии встречаются с представителями движения, как едва начинаются боевые действия с Израилем, Египет сразу выходит на специальную линию связи с Хамас, то, конечно, такие вещи лучше освещать и вообще проводить, когда у тебя движение все-таки не теористическая часть сопротивления оккупации, что гораздо больше отражает настрой населения. Спасибо большое. Очень интересно такой прям сериал получается. А можно небольшой комментарий в рамках этой темы? Да, конечно, спасибо. Мне кажется, что есть такая точка зрения в историографии, что Египет современный строит свою внешнеполитическую идентичность как раз на статусе посредника между воюющими сторонами в Израиле. И, возможно, это как раз с этим связано. Но это такой придает изюминку на самом деле египетской внешней политике и внутренней. Потому что, с одной стороны, запрещены братья-мусульмане, а с другой стороны, мы садимся за стол с переговоров с теми, кто им, с их, можно сказать, тоже братьями, с родственным им движением. Вот это такая противоречивая политика, она еще идет с эпохи Мубарака, и, видимо, Ассисия тоже ее поддерживает и продолжает. Значит, все-таки она имеет какую-то долю поддержки среди населения. Вот здесь, кстати, я бы подумала над тем, что анти, такая про-израильская позиция, она не нравится улице, и что это какой-то очень важный фактор. Если все-таки это продолжается, значит, наверное, все-таки какая-то группа поддержки этой политики мощная есть в Египте. Но это вопрос на подумать. Спасибо большое. Спасибо большое. Я могу чуть прокомментировать пару слов. Да, действительно, очень точный комментарий, большое спасибо. Это действительно такой козырь внешней политики Египта, быть посредником, буквально за исключением Миканских соглашений. Все остальные договоренности были подписаны в Каире, и многие идеи были озвучены египтянами. Касательно поддержки, то здесь таким символом может служить одно из выступлений Мубарака, если я не ошибаюсь, 2008 года, когда он напрямую заявил, что любое военное участие армии Египта против Израиля это угроза национальной безопасности Египту. Поэтому тоже, несмотря на то, что война 1973 года считается для египтян победной, но есть и боль от 1967 года, и страх каких-то новых военных потерь. То есть, в любом случае, египтская армия, думаю, со своей стороны, как очень серьезный институт в Египте, влиятельный и опасный для своих соперников, тоже придерживается такого критерия, что воевать с очень хорошо обученными израильтянами это риск и лишиться поддержки американцев и риск того, что просто военного поражения и гибели большого количества солдат. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Как всегда, темы, связанные с Египтом и Палестиной, они вызывают повышенный интерес. Спасибо, Миша, было очень интересно. Спасибо.